Всем огромный привет! Я сегодня к вам с фаворитами за 2023 год. Да, поздно, да, уже февраль, но вот как-то только сейчас собралась. Начнем с ухода. И в прошлом году у меня было, наверное, таких вот две умывалки. Это ЦРВ, она с салициловой кислотой, церамидами или керамидами, с неоцианамидом. Мне очень нравилось. До того, как я начинала пользоваться адопаленом, в связи с тем, что здесь есть в составе салициловая кислота, я решила отказаться на время от него. Но он классно очищает, он действительно помогает быстрее заживать каким-то воспалением. Салициловая кислота в этом помогает. И неоцианамид в том числе, ну и керамиды, церамиды. Это тоже очень приятно, когда есть в составе даже того средства, которое не так долго находится на вашем лице, но в то же время помогает как-то не так обезвоживать, наверное, кожу. Ну, а Норель с коллагеном, я уже вам тысячу раз про него говорила. Сейчас вот использую его, и оно намного мягче. Хотя и это тоже не очень жесткая умывалка, не могу ее отнести к такому типу. Но это прям совсем мягенькая, и кожа абсолютно не чувствует себя какой-то стянутой после нее. Тоник у меня закончился, но я также про него вам много раз говорила. Это Holy Land фитамид. Базовый тоник, который хорошо подготавливает кожу к дальнейшим средствам, которые будут наноситься на нее без спирта, что очень важно для меня. Хорошее базовое средство, которое всегда у меня присутствовало в уходе в прошлом году. Какие-то были сыворотки, ну, чтобы вот прям я что-то вспомнила и хотела вам рассказать. Наверное, нет, но если что-то вспомню, то обязательно добавлю в описание под видео. Маска вот такая от Holy Land. Она позиционируется как увлажняющая, но она не остается на коже как крем. Она все-таки застывает и больше похожа на глиняную какую-то здесь в составе. Растения, экстракты всякие, церамиды и витамины. Мне очень нравится делать эту масочку где-то раз в неделю, когда хочется немножко подтянуть поры и подочистить их. Но в то же время вот после нее действительно она что-то там как-то каким-то образом работает как увлажняющая, потому что после нее нет стянутости, нет какой-то нужды в том, чтобы поскорее чем-то увлажнить. Но она довольно интересная. Тоненьким слоем ее наношу, держу минут 10-15 и просто потом смываю. Она приятно пахнет. Она как будто бы освежает кожу, тонизирует. И после нее действительно вот поры в Т-зоне как будто бы немножко подстягиваются. Поэтому очень люблю ее за это свойство. Масочки тканевые также постоянно использовала от Дарлинг и Шик и что-то еще там покупала. Но эти самые лучшие для меня уже также не раз про него вам рассказывала. Клоранс Тотал Айлифт для области вокруг глаз. Я также использую его и на губы для того, чтобы также ухаживать за ними перед тем, как наношу какой-то бальзам или маску от Lineage. Ее я тоже очень полюбила в прошлом году. И обязательно, когда закончу вот эту баночку, закажу себе полноразмерную большую для того, чтобы в ванной уже был постоянный какой-то уход для губ. Также закончился у меня крем от Image Skincare. И я его уже заказала, жду. Он также мне очень понравился в прошлом году. Вот я их комбинировать буду, как я вам говорила в пустых баночках, что вот этот на день, а Image на вечер. Мне такая комбинация очень-очень подходила. Кремы для лица тоже ничего нового. Я вам также про них рассказывала. Это Yost to the People. Это сейчас, которым я пользуюсь на холодное время года. С пептидами и коллагеном. А это с кейлом и шпинатом, гиалуроновой кислотой. Этим я пользуюсь уже, когда потеплее, когда жарко. Он отлично подходит на вот такое время года для комбинированной кожи. Про дифирин, адапален я вам рассказывала в пустых баночках. И это средство, которое стало менять мою кожу в лучшую сторону. Долго не буду про него опять-таки рассказывать, потому что какого-то полноценного мнения у меня еще нет. Но это точно, что стало, как я сказала, уже менять мою кожу к лучшему. И очень странно, я вот в пустых баночках вам об этом забыла сказать. Для меня очень странно, что ни один косметолог, у которого я была, ни один не говорил про вот это средство. Не знаю, может быть, для них это невыгодно, если начнут пользоваться этой штукой. Это действительно работает, и они перестанут просто к ним ходить. Кажется, это теория заговора. SPF. SPF неотъемлемая часть в моей жизни сейчас. И это Beauty of Chusson, как база сияющая, мне нравится. И на более холодное время года Helio Care. Это 360 градусов гель oil free, 50 SPF. Он, когда жарко, он на моей коже странно пахнет. Я не могу его переносить, поэтому я его использую, когда попрохладнее, когда не жарко, но все же солнце активное. Они не забивают поры очень сильно, но все же помните, что после SPF нужно очень хорошо очищать кожу. Смывка L'Oréal, она неплохая, но я уже нашла что-то и получше. Но просто вот в прошлом году это было точно то средство, которое справлялось с водостойкими карандашами, с водостойкими тушами, с тенями. Короче, снимала хорошо косметику, да, не с первого раза, да, как бы надо было немножко подождать. Но в то же время это неплохой бюджетный вариант. То, что точно изменило мои ресницы в прошлом году, это Top Lash. У меня версия XL. Ее надолго хватает и на ресницы, и на брови я использовала. И это действительно работает. Это отращивает вам супер длинные, красивые ресницы, причем густые. То есть там, где у вас не было волосков, они там обязательно вырастут. Это средство я покупала именно для этого, потому что у меня какой-то был период, когда немножко у меня подвыпали ресницы, и я его взяла для того, чтобы зарастить такое отверстие в ресничном ряде. И это действительно справилось с этим. И плюс еще как бонус, такие красивые длинные ресницы, как вы можете видеть на каждом видео у меня на глазах. Линейка Деркос от Виши для нормальных и жирных волос. Хорошее средство. Я тоже вам уже не раз про него рассказывала. Я периодически провожу курс его. Покупаю и баночку использую для профилактики. Хорошо очищает. После него кожа не чешется, и все в порядке. Хорошие, рассыпчатые, красивые волосы. И линейка от Керастаз Хронологист. У меня сейчас есть шампунь и масло. Маска закончилась. Но это моя любовь. Точно открытие прошлого года для меня средство Керастаз. Я перепробовала все шампуни, которые плюс-минус для меня подходят для моего типа кожи и волос. Но этот просто обалденно пахнет. Парфюмированная такая отдушка. Очень приятная. Шампунь увлажняющий. Это имейте в виду. Он очень хорошо пенится. Его совсем немного нужно. Но и хорошо его нужно тоже смывать. Потому что если не досмыть, то он может немножко таким, как паклями чуть-чуть оставаться на волосах. И делать их более тяжелыми. Поэтому просто нужно хорошенько промывать волосы. Маска. Тоже вам неоднократно про нее рассказывала. Это отличное увлажнение. Волосы выглядят очень-очень блестящими. Такими красивыми, ухоженными. И масло. Это тоже отдельная любовь. Я не раз вам рассказывала про масло от L'Oréal. Но вот это масло точно вытеснило его. Его совсем немножко нужно. Буквально одно нажатие. Или пол нажатия помпы. И на все волосы достаточно этого. И аромат остается с вами до того, как вы еще раз помоете голову. Давайте приступим к декоративной косметике. База однозначно была моим фаворитом от Bobby Brown. Витаминная. И можете видеть, вот у меня уже там серединка использована. Очень приятно пахнет апельсинами. Она хорошо увлажняет. Напитывает кожу. И дальнейшее нанесение тона становится намного проще. И как бы вы поухаживали за кожей перед тем, как наносить макияж. Вы даже можете не использовать ваш дневной крем, если у вас прям не совсем сухая кожа. А воспользоваться только вот этой базой. И это будет также давать вам и уход, и хорошую базу для того, чтобы тон хорошо, красиво ложился. Тональные были у меня фаворитами. Это Luminous Silk Georgia Armani. На лето 5,5. Но пятерочка была бы, наверное, идеальнее. Но 5,5 тоже неплохо. И четверочка вот на такое время года, когда я совсем не загорелая. Ну, относительно не загорелая. Все-таки какое-то солнце мне попадает. И сейчас оно не такое активное. Но все же что-то там немножко проступает. Такой красивый сияющий финиш. Зависит от того, как вы наносите спонжем. Это будет более матовое покрытие. Кистью это будет более сияющее покрытие. Хороший тон для моей комбинированной кожи. Он идеальный, потому что он и не сухой, и не совсем влажный. Когда вот прям даже если припудришься, то все равно кажется, что ничего не изменилось. Вроде как матовое. Но ты его трогаешь, и как будто бы вот все равно что-то там есть. Недопудренное. Это вот какая-то идеальная середина для меня. И они очень хорошо, тонко ложатся. И его немного нужно для того, чтобы покрыть все лицо. То есть мигментация хорошая. Для совсем макияжа, без макияжа, это Шанель для Беш. Это там на 80 или на 70 процентов это сыворотка. И здесь маленькие гранулки, которые при нанесении дают пигмент. И вы, если будете присматриваться, то, наверное, только рассмотрите там тон. Но как в обычной жизни, если просто ходишь, то его совсем незаметно. И у меня тут совсем капелька осталось. Я уже решила не покупать новый, а закончить. А потом уже, потому что у меня и так слишком много открытой косметики. У меня оттенок Medium Light. Как-то для меня, для моего цвета кожи, он универсально подходит. И когда я загорела, ну если совсем загорела, тогда он, конечно, будет бледнить. Ну вот в основном это хороший, подходящий для меня оттенок. Дорого, но не знаю, аналогов я еще пока не видела. Вот что-то похожее. Обычно это что-то более жирное. И не видела я еще ничего подобного на рынке. Это вот как эксклюзивная какая-то формула, потому что он как уходовая сыворотка, которая с пигментом. Там сыворотка впитывается, ухаживает за кожей, а пигмент вот перекрывает там какие-то маленькие нюансы, конечно. Этот тон, если его так можно назвать, он не перекроет вам никакие покраснения, тем более какие-то прыщики. Для меня это ежедневный тон, который наносится, немножко корректирует пигментацию какую-то на лице, сравнивает ее. Да, не перекрывает там что-то глобальное, но в то же время кожа выглядит отлично. Тон побюджетнее, и если не знаешь, что нанести, наноси его, и будет все отлично. Единственный минус, конечно, это в оттенках. Если вы совсем бледненькая, то для вас в линейке цвета нет. У меня оттенок один нюд, и это, ну, не сказать, что это прям светлый какой-то оттенок, который подойдет абсолютно всем. Он, наверное, не подстраивается. Да, возможно, его немножко меньше можно нанести и растянуть, и тогда будет более-менее. Но все же, наверное, нужно будет сравнивать с шеей. Его преимущество то, что он кремовый, легко наносится. Хотите пальцем, хотите спонжем, хотите чем хотите. Без проблем ложиться на любую кожу. Да, она жирная, наверное, будет немножко чересчур, и хорошенько нужно будет припудриться, и желательно его потоньше слоем. Но для комбинированной, а для сухой, это вообще сказка, и плюс еще SPF 30. Это отличный городской вариант на каждый день. Консилеры, корректоры, Armani из той же серии Luminous Silk. У меня оттенок двоечка. Мне кажется, универсальный. Он и не сильно светлый, и не темный. Он нейтрального подтона. Он и подсветляет зону под глазами. Он не дает подчеркнуть какие-то маленькие морщинки. Он не заваливается, как-то идеально растушевывается тоненьким слоем, и в то же время перекрывает хорошо какие-то цветовые нюансы. Dior Forever Skin Correct. 1N у меня оттенок. В конце года я его открыла для себя. И это консилер-корректор, который комфортно перекрывает какие-то нюансы на вашей коже и не заметен тоже, не западает складочки, не подчеркивает какие-то сухости, как-то и увлажняет, и перекрывает. Кремовые румяна от Nars. И все оттенки мне, в общем-то, нравится и оргазм, и оргазм Rush, и Dolce Vita. Их можно просто вот по точке нанести каждого и растушевать. И они вот как сегодня у меня отлично смотрятся, свежо. Большое преимущество этих кремовых румян в том, что они не стягивают тон под ними. И они хорошо растушевываются, не делая дыр в вашем тональном покрытии. Вот. Мне кажется, что это большое преимущество, потому что много кремовых румян и делают такую вот беду. Бронзер от Nars. Кремовый. Лагуна двоечка. И для меня это классный, универсальный оттенок. Иногда он на камере может смотреться рыжим, но в жизни я не замечала за ним такого. Очень приятно пахнет. Хорошо растушевывается. Он действительно такой, как немножко взбитый. И за счет этого он не тоже не портит ваш тональный крем, не делает дырок в нем. И хорошо, красиво растушевывается легким слоем. Или можете там наслаивать и делать более такую жесткую коррекцию. Но в основном я это пушистой кистью какой-то растягиваю вот по всей периферии на скулы. И выглядит это очень некрасиво и естественно. Оттенок двоечка для среднего цвета кожи. Для светленьких совсем там есть единичка. Прозрачная пудра от L'Ore Mercier просто захватила мое сердечко. Она матовая. Она действительно очень хорошо смотрится на камере и в жизни ее нужно совсем чуть-чуть. Вот. Тогда это будет идеально. Если вы любите более сияющую какую-то версию, то можете присмотреться к той же Fenty. Она делает более сияющую кожу. В ней есть светоотражающие частички в составе. И да, тоже вот у меня оттенок Butter 02 и он абсолютно прозрачный не дает никакого цвета на коже. Так что вот если вам нужна более сияющая версия рассыпчатой пудры, то посмотрите на Fenty Beauty. Хайлайтер Bobby Brown Pink Glow. Для меня это классный хайлайтер, который можно наслаивать, можно сделать очень деликатным слоем, чтобы вот просто при повороте головы скула немножко была подсвечена. Он не делает серой полоски, когда вы можете переборщить. Он на прозрачной основе и его за счет вот этой вот здесь посветлее, немножко темнее можно варьировать по цвету, что очень тоже хорошо, универсально. И я люблю такие продукты, которые не просто вот в лоб что-то одно. Все румяна, которые я покупала в прошлом году, как-то они все заняли свое место в моей косметичке и все они мне нравятся. Нарс оргазм, потрясающе красивый сияющий оттенок розового золота, тоже летом обожала им пользоваться, потому что он тепленький и отлично подходит под немного загорелую кожу. Румяна от Суку это потрясающее качество, можно варьировать и они не только такого цвета, но можно смешать и получить хотите посветлее, хотите средний, хотите совсем насыщенный цвет, они такие тоже тепленькие, но в то же время за счет того, что здесь есть светлый такой оттенок в градиенте, его можно варьировать и делать более розовыми или более такими теплыми коралловыми. Отличное качество, они слегка сатиновые, очень хорошо выглядят на щечках. Побюджетнее Паэзе, это такая у них версия с органовым маслом, это очень пигментированная румяна, их нужно совсем немножко, но у них красивые растяжки цвета и они очень очень стойкие, так что если хотите что-то люксового качества, но побюджетнее, то присмотритесь к ним, это очень красивая, достойная румяна. Ну и новинка у меня в конце прошлого года, это Dior Rose Glow в оттенке 001 Pink, мне нужны были холодные румяна, и я их получила, но в то же время они так интересно подстраиваются, я бы сказала, наверное, под оттенок, когда у вас или теплый, или холодный, или нейтральный, тогда они будут такими же, тоже варьировать можно по количеству, можно полегче нанести, будет такой легкий румянец, можно поинтенсивнее, тогда у вас будет щечка такая, прям вау, но качество классное, упаковка не очень, но румяна достойны того, что за ними все охотились. Старенький мой мак скульптора, не знаю, бронзер, но скорее скульптор для меня, он такой, какой-то нейтрального оттенка, Cosmic Force оттенок, если где-нибудь еще его найдете, то берите не глядя, это минеральные запеченные румяна, которые будете использовать, я не знаю, сколько времени, если вы, конечно, визажист, и у вас там поток людей, то скорее всего закончится побыстрее, но как для себя это просто вечный продукт. Красивый нейтральный оттенок, который и не ржит, и не сильно серый, вот прям идеальный красивый цвет. И бронзер Nars Laguna, но единичка, тоже тепленький, красивый, повседневный оттенок, он и не рыжий, и не серый, такое что-то действительно оттенка загара, очень-очень красивый. И вот такая небольшая упаковка, 3,5 грамм, я очень полюбила в этом году что-то маленькое, что удобно с собой брать. Продукты для бровей была любимая и остается любимой палетка от Pierre René Blonde, вот такие три оттенка, чаще всего я пользуюсь вот этим, этим подчищаю пространство под бровью, мне нравится, когда более подчеркнуто, этим оттенком пользуюсь только где-то вот в уголочке, когда покрашу, когда свежеокрашенные брови. Хорошие тени, немножко пылят, но за свои деньги я считаю, что это очень достойный продукт, думаю, ничем не хуже, чем Анастасия Беверли-Хиллз, тем более Sandstone, вот этот оттенок посерединке очень-очень хороший, для таких русых бровей, как у меня. Гели для бровей, Анастасия такой прям вариант для того, чтобы хорошенько приклеить брови, но я вам скажу так, что я никогда не делала такие брови, которые, знаете, прям как ламинирование, когда прям прилипает кожа, я такое и не люблю на себе, и у меня такого не будет, потому что у меня сначала брови, это еще как-то реально, то вот начиная ближе к середине и к кончику, у меня волосы на бровях растут довольно прямо, и это для меня вообще типа не та тема, это нужно, не знаю, что нужно сделать для того, чтобы у меня волосы прилипли прям к коже, и у меня их не так уж и мало, если я сделаю вот это вот зализанное такое, то у меня просто будет енот какой-то на брови, я такое на себе мнение. Он немножко, конечно, не очень удобный, как в использовании, потому что нужно или какую-то щеточку использовать, или как я использовала кисть, просто наносила и потом расчесывала, но это хороший, классный воск для бровей, многие его любят, я тоже часто пользуюсь, когда там, ну попадет под руку, если что-то нужно побыстрее, то, конечно, я использую Benefit, это быстрее, это удобнее, этот, если вы хотите немножко побольше времени потратить на макияж. А Benefit я вам тоже не раз уже рассказывала, уже вот открыла большую баночку, пользуюсь с удовольствием, здесь интересная щетка с маленькими зубчиками в эту, с одной стороны, с другой стороны более длинные и плоскостью, вот как раз-таки для того, чтобы приглаживать их. Хороший кель, который хорошо держит в течение всего дня. И маркер от Eveline это однозначно фаворит, он рисует очень тонкие линии, имитируя волоски и оттенок у меня Light. Однозначно лучшие тени в прошлом году Too Faced. Natural Nude часто ей пользовалась, постоянно к ней тянулась рука, отличный набор цветов, здесь и розовые, теплые, коричневые, слегка прохладные, красивые блестки, матовые тени, просто божественные, если вы до сих пор не пробовали, обязательно возьмите какую-нибудь палетку у Too Faced, у них отличное качество и соотношение качества-цена это просто самое лучшее, также моя любимая персиковая палетка, тоже ей часто пользовалась, рука однозначно тянется к ним, если не знаю, чем накрасить, то обязательно брала ее, цвета хорошо друг в друга втушевываются, вообще, кремовые тени от Charlotte Tilbury это и любовь, и ненависть в одном флаконе, чаще, наверное, пользовалась оттенком шампанского такого с холодненькой блесткой они у меня сегодня на глазах как база, реже пользовалась розовым оттенком Pillow Talk, но тоже частенько, их красота, конечно, просто неимоверная, но их нужно обязательно фиксировать, на моих веках они скатываются просто если их наносить, ничем не закрепляя, вот, это такая вот ненависть, хотя они не дешевые, но в то же время они очень кремовые, они хорошо растягиваются, они хорошо растушевываются, но их нужно фиксировать. Кремовые тени в стиках, вот такой маленький у меня от Bobby Brown, и я планирую взять еще себе каких-нибудь оттенков, потому что это отличное качество, это держится в отличие от кремовых от Шарлотты, это держится на глазах, это не обязательно фиксировать, это просто как, если вам по желанию очень хочется, но это держится без фиксации теней сухих. Это красивый оттенок Golden Pink, его можно на все веко, можно в уголочек, можно вообще просто как акцент какой-то нанести, очень красивые и стойкие тени, и такие же красивые и стойкие от Kiko Long Lasting, у меня в оттенке 09 и 06, это такой аналог вот этих вот Golden Pink, похожие оттенки, этот немножко светлее, бронзово, хаки, тоже на все веко, можно нанести, растушевать, и ничем не фиксировать, и это будет красивый макияж, такой более темный, карандаши от Chic, технические в оттенке Bergamo и Palermo, Bergamo потеплее, Palermo похолоднее, я обожала ими пользоваться, по Bergamo можно понять, что он уже почти сточен, но у меня уже есть новый, это удобный карандаш с кошенным таким вот грифелем, который помогает вам сделать стрелочку, это можно просто оставить, можно зафиксировать тенями, это можно растушевать просто как уголочек, вообще, можно использовать как хочешь, я иногда наношу даже на межресничное пространство, и он тоже нормально там держится, и красиво растушевывается в дымку возле ресничек. биттерсвит, коричневый, матовый, отлично подходит для слизистых, хорошо там держится, можно также рисовать стрелку, почему нет, тоже это будет стойка, но он когда холодно, он немножко такой более тугой, когда жарко, он работает намного-намного лучше, но на стойкость это никак не влияет, просто дело в нанесении. Такая вот сияшка от Хеан в оттенке 304 Дриммер, очень красивый, но очень хрупкий, но это такая многогранная блесточка, и розовый, и золотой, и какой-то хаки, показывала и не раз использовала в макияже, так что вы видели его в действии, хорошее, дешевое и отличного качества. Туши однозначно Эвелин, Эвелайн, Варьете, черная, это просто любовь, как она выстраивает ресницы, это просто красота, вот такая вот ложечка отлично подходит для того, чтобы вытянуть в уголочек, да и вообще просто прокрасить, очень классная тушь, мне очень понравилась, и такая же коричневая, но она уже с обычной щеткой, на каждый день отлично подходит, она, они не стираются, они не осыпаются, не отпечатываются на веки, я не пробовала с ними плакать, но не знаю, как-то вроде ничего, если даже и захотите, то у черной есть водостойкая версия, если там снег в глаза или дождь попадете, то можно присмотреться к ней, тоже отличная версия, но мне достаточно вот таких, но имейте ввиду, что водостойкая тоже версия есть, это шесейда, не знаю, ни разу не меняла в нем резиночку, и все отлично, просто протираю ее время от времени, когда загрязняется, отлично завивает ресницей, и изгиб делает натуральный, кстати, туши эти отлично держат вот эту завивку, не опадают вниз, хотя у меня ресницы очень-очень прямые, они растут прямо-прямо-прямо, и ничего их не изменит, никакие они сыворотки, ничего, они просто длинные, но прямые, вот, так что керлер это моя, я не знаю, я как-то могу с закрытыми глазами даже их завить, и будет все нормально, настолько я к нему уже привыкла, неотъемливая часть бальзам, он оттеночный у меня, с ароматом вишни, наверное, нос вымазала, приятный бальзам, который я использую каждый день, просто он придает губам немного более розовенький такой оттенок, хорошо увлажняет, и не знаю, если только поесть, наверное, тогда он стирается, но так он постоянно увлажненные губы, карандаши любила в прошлом году Севентин, они такие гелевые, легко наносятся, так скользят приятно по губам, не залипают, и неплохо держатся, в комбинации с бальзамом просто вариант на каждый день для меня больше и не нужно оттенок 0102 и 08 01 более такой коричневый как корректировать именно контур второй оттенок на каждый день для меня он такой розовато-коричневый отлично тоже подходит и для того, чтобы откорректировать контур, но и в то же время он не очень отличается от контура и такой вот красивый 08 он уже более нарядный и отлично подходит мне под мою любимую помаду матовую от Armani это Lip Maestro 501 это мое открытие прошлого года и этот оттенок мне подходит и мне очень нравится как макияж губ выглядит именно с этой помадой цвет моих губ только более насыщенный более яркий и чтобы это все дело зафиксировать у меня был в фаворитах Urban Decay All Night он и прибивает немножко если я переборщила с пудрой и в то же время просто фиксирует можно его до можно после а можно и то и другое и тогда реально макияж он продлевает хоть я обычно использовала это все для того чтобы смешать все слои но он действительно продлевает стойкость макияжа по крайней мере лица обычно на глаза я его не наношу закрываю но лицо он хорошо фиксирует и прибивает немножко перепудренность но и не блестит вот если у мак он немножко может вызывать как более увлажняющий то есть я бы его использовала под макияж и тогда он или между слоями то этот здорово работает именно сверху и такая вот штука от dior тоже открытие прошлого года это смягчитель для кожи вот для кутикулы для ногтей такая вот как паста тугая немного совсем нужно я набираю и потом разношу по пальчикам и реально руки выглядят намного более ухоженными как-то кутикула более сглаженной выглядит пахнет он конечно ну какими-то абрикосами но в то же время как бабушкина помада что-то такое как старая косметика но это наверное какая-то парфюмированная отдушка классическая возможно у dior но средство классное неотъемлемая часть парфюма это дочекабана light blue уже вам миллион раз рассказывала думаю вам еще миллион первый раз не очень интересно слушать вот на холодное время для меня было открытие в прошлом году это Yves Saint Laurent Libre обычная версия такой теплый приятный аромат хорошо они очень держатся и в хлое я прям влюбилась я не знаю как правильно на моде на моде читается версия у меня парфюм была маленькая у меня такая взяла себе 50 такой вот красивый зимний для меня очень приятный теплый укутывающий аромат ну вот наверное что-то забыла но если что-то забыла обязательно почитайте описание под видео если что добавлю туда рассказывайте какие у вас были фавориты я с удовольствием почитаю посмотрю может быть чего-то для себя новенького найду и обязательно попробую ну а я как всегда благодарю всех за внимание всех целую всем пока до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры сделал DimaTorzok